Дубина Арсиновая, говорят. Это летчик, у которого отняли ноги. Он полз, сбитый самолет, и мы его путировали. И без ног он дал. Это единственное, в случае, моргой практики. Добился опять летчиков, стал. И опять вылетал громить немцам. Фильм есть такой. Вот какой пример. А потом он стал главным редактором «Пянецкой правды». Он не ест это писание, а правильный морейщик. Я не видел. Я не знаю, что еще. Я спрашиваю, профессионал. Не видел. А ты посмотри. Какой достигает человек вершины. Как его власти предали. Как его арестовали. Как там бьют его. В конце концов он разорвал все сети и вышел. И теперь его никто не может поймать. Он приехал и сразу позвонил. Я обиделся. И там заметали, скакивался. Так я уже там в той стороне приговорил. Бежал. Тогда вызвали учителя его, который учил. Развечником быть. Как? А тут учитель что-то поврежденный в коляске. Он говорит, вам его нельзя. Это лучший ученик был. Вот сейчас разговариваете. Он уже все это знает. Как? Не знаю. На него вышел там главный начальник. Я его пристрелил. Видели как. А вот он с тобой идет. И он сразу. И так встретились. Тут пугуку расстегивает. Этот пугуку расстегивает. Тот за пистолет он тоже пристрелил начальника. И свой знак повесил на него. И дальше как события идут. Я это слово употребляю. В симфонии на механической книге я все проверил, какие издали в отстанской России. И признал непрофессиональным. Самая лучшая в мире симфония мной создана. Ну, шрифт может тут нет сделать. Но я сделал какое-то вернее в русское дело не буду. Вам ничего не надо. А зачем ты нужен на этой земле? Ты вот подумал, сколько бываешь, что-то ешь, что-то комфорт, покупаешь. Как рассчитываться будешь? Или еще где-то прилип, но у других поем где-то. Я не прошу. Вопросы возникают. Вот если иногда что-то дают, приходят, где-то там, помидоры. Я спрашиваю, откуда? От Елена дала. Так, как мы рассчитаемся с ней? У меня первый вопрос всегда. Они нам помогли, как мы. У них все есть, что же сделать? Она говорит, сын мой, призванный, отправленный туда-то, вы молитесь. Это не годится. Мы не заедем подарки. Вот смотри, здесь десятина. А какая десятина, когда у тебя нулевка? Десятая часть заработана. Ты что заработал, десять от стегни и отдай верующим. Кому? Священству. Десятина. А сегодня там спорят, это ветхий завет новый. А Господь говорит, если ваша правдость не превысит правдости парищеев, не войдете в Сарство Небесное. Они платили им даже больше. Я этого ничего не знал. Мне 23 года, ну почти такой же. Я никогда в Библии не видал. А вы верите где-то. И в это время собрались верующие. И они тогда в Библии достать было, это очень трудно. Рот закрывай. Вот так, позеваешь? Сразу рот закрывают. Ну, учитесь ему пальцем в рот. Я думаю, что это очень за один день может. Он разведет, ну уж не годится пингвином таким быть. Я не знал, что такое Десятина. Но когда сказали Десятина, считают Малахии. Господь говорит, проклятием вы прокляты. Что вы не платите. Ты проклятый человек. И проклятием Божием проклят. Вторая глава книга про Рука Малахию. Ты должен работать, хотя бы Десятину заработать. Десятое из тысячи и стоть его отдать. Я в это время ничего не знаю. И вдруг я услышал это. И Бог говорит, Небо тебе отверстил. Продил благодать. У тебя все по-другому. Это было где-то в октябре 1962 году. В 1962 году. А там Библию достали. Кому-то хотели подарить. А он не пришел на это собрание. На дому. Ну и кто-то там что-то шепчет. И сказали, давайте Библию подарим вот этому молодому братику. Братик называет меня. И Библию подарили. А я до этого считал. Павел говорит, я мужчина у вас три с половиной года со слезами. Плакать умеешь? Да что я говорю, да? Такой мужчина мощный, капитальный. А Павел со слезами. А у меня слез нет. У меня стопроцентное здоровье. На корабле там хирики близко не подойдут. Деньги в карман кухни. А я тоскую. Для чего я живу? И вот в этот вечер мне все открыли. Библию дали. Я узнал о десятине. И я сразу сказал, я буду платить 9 десятин. Тысячу заработал, 900 надо мне всю жизнь так жил. А чтобы мне выполнять все это, надо что-то. Я всегда работал на двух-трех работах. А норма мужчина, допустим, выкупать с земли 5 кубометров. У меня норма была. Всегда. 280-300 процентов выполнена. И поэтому я получал в три раза больше. Но мне было еще уделять. Я на приврате рассказываю. У меня нет высшего называния, ничего этого. Но я только слышал один раз. Я уткнулся и заплакал. Как любит меня Господь. Я плачу. Они там беседуют. А я не могу остановиться. Бог дал мне слезы. У меня обезбоженный организм уже ступает. У меня обезбоженный организм уже ступает. Я выпросил это даром Бога. А че ты хочешь просить-то? У нас есть одна знакомая, она полная такая, ну шутейная, она дала себе такой псевдоним, бегемотиха, бегемотиха, все везде, жир, и вот она говорит, я подумаю, надо бы взять, там это надо дверь открыть, кухню, потом холодильник открывать, ой, как тяжело, да ладно, без еды осталось, это ты, и Вадим возвращает бартер, админ. Так вот сегодня я тебе даю, с нами не ведешь, и в храме никогда не садись, не надо домануть, тысячу поклонов сделаешь, все, ну купят. Не рабовы, Гигабаби, с Богом не торгуются. Земные поклоны сегодня не делай, но поясной, и в каждый поклон вложи просьбу. Почему? Молитва трех ступеней. Первая, простительная, дай, помоги. Попроси у Бога, сделай меня другим, Господи, помоги мне, я не хочу таким паразитом жить. Я как клещ весной прицепился к быху, напился кровью-то, вот таким пузырем-то отпал, теперь потом с собой удавать. Не надо жить этим клещом. Второе, ты попроси у Бога, быть внимательным и видеть, что ты можешь убрать, и вчера особенно была. Та, чем братья, с двух словом, убрать с дороги, никаких, идут, не будем видеть. Это редкий экземпляр. Мать, она ничего не сделает, а ей все равно неприятно, что жизнь ваше проходит зряшую. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Опять чешется. И главное, память есть. И тут же сразу забывает. Так вот, сейчас говорил, и уже опять, и не останавливается, хоть сколько дальше, и стоит, вот чешет. Хоть сколько будет. Понятно, проклятие. И это зависит от матери, как вы ее мучаете своим поведением. И молитва матери воздыхания загонит вас в такую, и ей не надо это говорить. Господь видит ее страдания. Зачем она таких детей родила? А она не таких вас родила, это вы стали такими от безделья. Я это говорю сейчас, вот меня кто спросит, а верите, что он будет? Я ему это, он думает, что он пристал ко мне? Я знаю, куда вы. Я прошу на молитве кланяться, где все кланяются. Потому что один не кланяется, уже раздор. Если бы в армии был, ты знаешь, как идут. Почему ко мне хорошо относились? Потому что там, когда в лагерь уже осуждены, пригнали в лагерь, ты идей поднимать ногу. Поднимать ногу показывай. А тут булыжники лежат, ну, сделаны как асфальт. Вторая нога, совсем вместе я иду убью. Я не преступник. И не давать повода, ищущим повода. Как кровать должна быть заправлена. Вот так вот в столе стоят, 750 человек. У нас всего 30 было. И дается кастрюля одна, и один разливающий. Кто там, я не знаю, ну, видимо, какой-то авторитет. И он разольет всем, и маленько оставит там что-то сверх того. И меня в чашку выливает. Я смотрю, как он реагирует. А почему мне? Я тогда решил от него пересесть на другой колес. Столы, столы длинные. Столы, столы, но сейчас он говорит. Ничего подобного. Он опять отливает, сколько надо. Видимо, авторитет большой. Кастрюлю так. Отдайте ему. Это новое место. Лагерь. Никого я не знаю. И Бог поставил защитников каких. Я с бородой. Начальник тюрьмы за меня был. Он говорит, дальше я не властен. На этапе привезли. А теперь, когда привезли у нее закон, все должны быть без бороды. А для меня это. Я говорю, Пугачев, осужденный на смерть, бороду не трогали. Ульянов сидел, бороду не трогали. Дайте мне срок больше. Не вообще строгий режим. Не трогайте бороду. Все они никак не делаются. И вот они, я расстилаю простынь. Пришел замполит. Помполит работник. И парикмахер. А парикмахер, именно чеченец. Он мне бороду стрижет. И вот так рука трясется. А меня Аллах не накажет. Понятно? Я говорю, вы не виновны. А я сижу, у меня в ручьем слезы текут. И теперь, когда... Ну, там такое время бывает, когда комедий-баня сделала такая-то. И в это время меня инстрибут, я вот так руки сложу и плащу, стою. А потом, когда я вернулся, а стоял начальник, я в городу собрал с простынем, в конверт положил, у меня две бороды. И, говорит, на страшный суд у Лапкины две бороды. Ты приедешь, а то все уберешь. Тебе, говорю, это все равно. Потому что, как ты сломать, или даже еще бы веки поднимать. Да чего ради-то? Ну, насколько можно... Даже... Ну, во всем, во всем ты никакой. Просто сказать характеристику нельзя сказать. Верны никакой нету. Поклоны не делаешь. На работу не беру. Беду не видишь. Где ты нужен? Какой? Никакой. Вот я бы услышал такое. Говорит, ты блетежку разбесывай в первый же день. У каждого сталущийся... А ты какой? А что делаешь? Как? На рыбалку послать тебе. Ты ее рублицей берешь готовую. Послать в скотину? А что ради бегать? Она у тебя будет хлеба топтать. Работу тебе никакую нельзя найти. И комит не надо. Кто не хочет, то яйца запитает, но ты не ешь. А там в Библии написано. А у людей говорят, кто не работает, то тебе, кто на работу не едят больше всего. Понимаешь, а ты сегодня не заработал даже завтрака. Молился как попало. А кого тебя-то? Ты так стоишь-то, Людочка. Я тебе ничем даю поклоны. Садись, ешь, все равно. Припомнишь. Что я говорил, что-то вспомнишь когда-то, нет? Да как тебе не верить? Ты еще босгару шевелить, да? Чего ради? Вы же гений. У вас его долго... Кан-Марс. А хоть Кан-Марс это знаешь, что такое? Нет. Да не может быть. А кто такой Ленин? Ленин это революционер. Революционер. И все, больше ничего нет, да? Это главный преступник за всю мировую историю. Не просто. А Ленин... Это фамилия или что у него? Фамилия. А Ленин кто тогда? Ленин Владимирович, кто это? Я не буду, все, садись. Ты свою фамилию-то забыл уже, наверное, и как забыл тебя. Вот. Она в стоматологии. Завной врач, она. Пришли отец и, кажется, брат. У него сидят, у них кинжалы, и каждый держит руку на кинжале. Вот как врач может работать? Ему сказали, ниже подбородка, рукой не касайся ее тела. Понимаешь? Два человека стоят на страже одной, на которой даже видно не покушение. А вот все равно стоит и вокзал. Первый сейчас мощь и стоит и голосует ехать. И вот эта машина на кладбище валяется. Ну, все сразу. Она учится где-то в Европе. Приехала и хиджаб сняла. Вот как у нас два платка. Сразу же ее мыла. Беседовать с ней. Почему так? У меня вот там с парнем познакомилась. Познакомилась. Ахиджаб где? Сестра. Тупец хиджаб. Дальше с ней каждый говорит. Каждый, который к ней никакого отношения не имел до этого. Да как тупец хиджаба? А кого ты угождаешь? Ну, познакомилась. А ему не нравится хиджаб. Вообрази. Он лежит в могиле. И тебя туда отпустили. Он нужен тебе или нет? То есть они это сказали. Завтра он будет в могиле лежать, а она будет рядом лежать. Вот. Я говорил вчера в Германию. Официально зарегистрировали 14 тысяч проституток. 14 тысяч. Проверенные они, то, другое. Ну, и, видимо, мусульманки попали таким. Фильм показывали. Мусульмане идут. Скоро. Ну, что, а развратились? Это понятно. Ну, что, мусульманки? Ну, русские даже не говорят. Да кто она там такая? Говорит. А они к ней сразу заходят. Ты мусульманка, да? У тебя там приглашение к мужикам. Убери сестра. То есть они все заботятся. В Англии они. Это не Саудовская Аравия. Выходит подавщица молодая. Без платка. Она говорит. А почему без платка? Как почему? Все без платка. Надеюсь, сестра. Вы кто такие? Мы не кто такие. У тебя платка нету. Ну, у нас приходит она, как была, так и было. Итак, платка не надела. Значит, домой ты не придешь сегодня. Она побежала к директору. Там пришли какие-то и показывают мне. Директор даже выходить и стал. Немедленно надеть. Иначе, в боль у тебя. За тобой я буду стоять. Все надела, стоит. Аккуратненько, куколка. Они работают. Да, грубо. По-другому нельзя. Вот этого парня работать они в один день научат. У нас как? Убежал. Элементы платить некому. А они его разыскивают, как вот, международный розыск. И дальше привезли домой. Твоя жена. Ребенок твой, да. Растилай. И начинает пороть его. Он не сядет недели-две. Так, ты понял? Второй раз искать тебя не будем. Все, сидит. Было два ребенка, сегодня восемь. Научили работать. И то, Ибрагим не знал, как работать. Это я многое узнаю еще от Натальи Усатой. Она показывает ей такие ролики. Мы должны взять добрые. Сегодня мы еще не ставили ролик, когда я говорю по делу. В этом вопросе. Игромно христиане восхваляют мастер-манские женщины. Я не просто восхваляю. Я в пример ставлю. Вот я нахожусь в Болгарии. Красный свет. Основная у нас машина. И за рулем сидит женщина. Видно, что мусульманка. Как она одета. Я на волосинке не видать. Ну, и сама по себе такая. Я увидел, и стою прям почти рядом только. Я ее показал. Это глухонемое означает. Благодарю. Показывая, как-то одет. Она заулыбалась. За рулем сидит. Я ей поклонился на мне. А сейчас свою русскую покажу. Там они все раскулачены. Что интересно, в Российской Федерации есть момент, есть глава администрации, который смотрит за этим. Ну, у него там женщина поставлена как министра по образованию. На лотках, одетых, огнёдах. И сидит там майор, кажется. Задремал. Где он был день? Неизвестно. Встать. Ты пришел спать? Выйди отсюда. Снять с него эти погоны. Все, следующий бойца. Кто это такой? Рамзан Ахматович Кадыров. Это в нашей здесь. Главное, его хотели когда избрать главой, он говорит, мне 27 лет. А закон гласит 30. Да кому сделаем, будет 30, не надо. Я университет еще не закончил. Все. И в свое время встал на место. У меня от него письменная благодарность. Я книги подарил. И он, наверное, книги-то считал или нет, а он подарил книги православную церковь. Вот только один правитель такой есть, который строго смотрит за всем. И главная едет и нарушил правила специально. Сразу в лицо я подошел платить штраф такой-то. Рамзан Ахматович, езжайте. Как езжайте, когда я его нарушил. И стоит в очереди, где надо платить деньги. То показуха. Показуха. А пример-то какой. Дальше едет на велосипеде. Следующий ролик скачет на конях. Надо просто видеть это. Вот как. А почему такое? А какая жена? Я не знаю, говорит, как к ней подойти. Когда был, видимо, еще студентом. Я все за ней наблюдал. И вижу, говорит, она одна пошла по лестнице. Я быстро догнул ее. Чокнул и сказал. Жди сватов. Сосматривай тебя. Ну, видишь, настолько серьезно. Я не знаю, как беда. Я о чем только думаю, говорить. А это им все равно. Какая там шрушка будет. Какая тварь грязная. Он даже минуты не будет думать. Вот мы сидим здесь. И сидим не зря. Вы кое-что слышите. Представьте, что вы решили кого-то... Ну, вот так же. Конечно, вам никогда это не сделать. Вот такая, что была комната. Такие люди приехали. Нам запоминается все это. Мы будем пример ставить вас. То есть, от обратного. Не делайте так. Не делайте. Вот представь тебе образа душа Мария Сила. Фильм, посмотри, Мария Сила. Он мучается и падает. И подняться не может. Местерра помогает. А тогда протезы-то были какие. И вот эти культяпки у нее вставлены, которые... Она выше нога. Он, когда делает там тренировки, у нее кровью они наливают со стола. Здесь растекает. У нее перечим не останавливался. И она показывает. И он уже летчиком летает. И что-то заметил. Он поднимается не как все, а на руках. А он говорит, а почему он так на руках поднимается? Самолет садится. Ну, ног нет. Как ног нету? Начальник-то аэродрома этого этого. Как нет? Да нет у него ног. Вы что-то не поймут, о чем говорите. Нет ног у него. Нет. Отрезанное. Он подошел. Вот его ботинки как. Ну, ему поневоле пришлось показать. Показало там пристегнуто все. Алексей Маргельевичев. С самой войны. В Америке был один летчик с одной ногой лета, но с одной и двумя. Это разница большая. В это время я учусь в школе. Я узнал про него. И к себе примеряю. Мог бы я так сделать? Никогда. Без рук. Еще кому я нужен? Я с ногами-то больше не нужен. И вот нам оставляют пример люди, может быть, неверующие совсем. Запомни Алексея Маргельевича. Подзаряди фильм. Он так и называется. Посмотри и дрогни. Как он ползет. Как он замерзает. И дальше пытается вернуться. Падает. И не отступает от своего. Другой человек. Вот его душа если у вас была бы такая, он бы герой сделал бы из вас. Глаза были бы открытые, а не просто подменять. Вот надо найти. Это у нас какой пример? Христиус. Он на креске. Я умолю за нас. И что это? Христовый боденство такое? Даже он сам обман. Христовы такие не нужны. Мы нужны. Вот оно написано. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру? А я имею дела. Покажи мне веру твою безделу моих. Покажи. Ну ты показал. И вот она. Висит. А я покажу тебе веру мою безделу моих. Воспросили за столом. В новом месте. Купленное. Друзья. А сколько было? Так это друзья в это время. А сколько в интернете пришло за это время? Вот он. Много человек познакомились. Раньше больше. Я спросил сколько крестили полное погружение? Около десяти. Это все отсюда идет. Вот как Бог делает. Никогда не знали. А без него никуда я сейчас. И что интересно. Это Николай Николаевич Сироткин. Запомни. По фотографиям, по всем. Только пошлю. Еще один столик. Все. Взят. Поставлю. Не завтра, не послезавтра. И вот они приехали вместе с Чеоху. Справили моей здесь хате. Называется Скворечник. Почему готовили 7 томов к изданию. Как оно будет выглядеть? Мы еще у нас один работал тесно. Такой высокий мужчина. И сынишка у него. Я не буду сказать сколько ему лет. Ну, может быть 10. Он вам бы показал. Это все снимались. Вот мы кидаем песок. И он кидает грамм. Это щебень. И он. Дальше мне нужно там замазать. Он прямо из рук вырывает. Уже мастерок уже. Суд заделывает. Ну, работяга. Почему? Рядом отец. Я отцу сказал, говорю, работаем неделю. Ну, Константин, мне надо рассчитаться. У вас книги готовятся к иззащит? Книгами рассчитаешься. Понятно? Даже в этом и то. У него там свои вопросы. Мать пьет. Лишь как? Я, может, зря это говорю. Но тут секрета-то нет никакого. И это в наше время. Эти люди. И такой мальчик. Ну, такой же вот он. Десять лет, может, ему. Ну, до того, до того, что. Вот. Минуты без ряда не сидит. Я говорю, ты уже сейчас сколько кидал? Да со взрослыми на рамне. Сядь пока посиди. Лежусь. Он сел. Нужен молотком в воздух управляет. Это отец нарушил так. Что-то без отцов шина. Даже ты бы остался без отца. Ты наоборот теперь зам. Младший теперь должен. Я вот сдал экзамены. Я в сельскохозяйственный институт. Вот интересно, как. Сдал. А прошел ли конкурс по сельскохозяйственным машинам. Там это, инженером быть. Я пришел там, кто зачисленный. Просчитал. А мои помилия нету. Понятно. Меня там ждут. Семь отойдет, седей детей. Отец дал мне на дорогу 3 рубля. В 2.30 я дал за билет до Барнового. Осталось сколько? 70 копеек. На эти 70 копеек, это кипич хлеба стоило 16 копеек. Я должен питаться, снять квартиру сзади экзамены. Я с первого дня стал бегать на вокзал. Где кому помочь, хоть что-то получить. Вот как Бог делает. Вот наша беглость, она послужила мне во благо. Вот мы были в Нуре. Служил. Офицер, там, учиться в академии. Ему нужно делать переводы. Я делал переводы с разных языков, там, английский, немецкий. Они все расположены, добились, что никому длительного отпуска нету, а мне отпускали. Я поехал домой. Люди благодарны многие. А тебе еще кто-то даст? Зачем ты? Ты вот слышишь, это дело. Таким я не хочу быть. Ты еще поклонок. Слава тебе, Господи. Я сделаю для пущих. Там, люди, кто-то. Десятилы, говорю. Десятилы. Десятилы. И 62 года так и прожил. Ни разу у меня не было, что я встану без еды. А почему? Куда деньги эти шли? Шли не дело. Вот у меня знакомый был, Саша Долгов, кажется, Александрович. Здоровый, крепкий парень. А мы собирались отдельно в домах. Больше у меня. И вдруг он исчез. И года четыре его не было. Является, где-то был. Работал. А где, на севере? А что делал? Катапеллар называют, американская, бундозер. Добыча золота. Я хочу опять с вами быть. А ты десятилы платил? Нет. А кому платить-то там? Там никого и нет. А мы. Это вор называется. Вор. Ты вор. Ворюга. Бог говорит, вы обкрадываете меня. Вопрос. Чем мы обкрадываем тебя, Господь говорит? Десятилы с приношением. За то, что так тебя приняли. Ты был здесь, если бы сейчас на таком настроении. Говорит, Саша, мы не можем тебя брать, как вора. А что я должен сделать? А деньги есть? На книжке. Так, сколько лет мне было? Там четыре с половиной. Сколько зарабатывал? Десятую часть высчитай. Десятую часть высчитал. Говорит, у меня как раз только на книжке. Он теперь думал, будет шиковать. Я говорю, ты можешь или снять? Я дать нам. Ну, грузовуров нет. Когда я его на деньги тоже получил, я говорю, они мне не нужны. Теперь с нашими пойдет. Северо-западная, вторая, 144. Там баптисты. Отделенные. А они подпольно отпечатали Евангелие. Найти их. Пресвитив там, фестиваль, как кажется, познакомьтесь и деньги отдали ему. А деньги отсылали в Латвию, Литву, Эстонию. Там в подземелье сумели сделать типографии и христолетами разыскивали. А там написано, продажа не подлежит. Новый Завет. Понимаешь, деньги куда пошли, он работал для Бога. Вот, один раз ты это услышал и себе скажи, я никогда не буду так делать, что он поел, встал и пошел. А ты думай теперь, кого ты накормишь? Где ты кого пригласишь? А что у тебя здесь пригласить? Ничего нету. А ты переломи вот эту обстановку. Переломи, получи хорошую специальность. Они так, не знаю, не знаю. Щихать надо платочек. Где платочек? Ну, быстро выпадь его к носу, приложи. Нету? Ну, ты бери к носу, поднеси. Вот так. А ты в руку, а потом соплями берешься везде. Не наблюдайте, чтобы у них были платочки. Правильно? пользовались. И у тебя будет жить по-другому. Мы сейчас уходим. Так, больше я не спрашиваю. В храме не садись. Поклоны сделать? Ну, конечно, просительно, да, а ты проси, Господи, умудри меня, быть благодарным. За столь благодари. Кто-то нам дал сметану сегодня. вот, брат, Николай, там, пищи жарится, хлеб какой хороший получился. Где-то взяли, купили, не знаю, желтый, дай-ка мне, попутно. Посмотрю. Все. Отличие, я победу взять. Кто-то ростил, кто-то рвал на юге. нам писали. Много-то нет. Вот так, Андрей, и вогнем. Другому, помогай. Тем, может, маму не спрашивать, я его знаю, она будет рада. В интересном смысле, посмотри, Алексей Мерлиси, а может быть, он называется «Повесть о настоящем человеке». Так называемые книги. А кто написал? Валентин Катайев. Ты еще это не знаешь. Поэтому ты не интересен никому. Я однажды еду молодые ребята. Молодые, там, лет 19-20. А куда едете? На Восточной вербовались. Работают там рыбокомбинаты. А едут оттуда, я, кажется, с Молдавией. Я немного с ними поговорил. Я слажу, с пользой, они все скачали. На полназице, вы что делаете? А мы больше никуда не хотим ехать с вами остановимся. Я их поет как обратно вагон затолкал. Барня заниматься не буду. Мы все строим с нуля. Видишь, как люди располагаются? И ты слышишь это и подумаешь. А то ты с собой это встретишь со дворами, а то как бы больше не встречать. А то заражусь этим полукровкой. Просто рассказывай вам. Ты поставь задачи отсюда, я поеду другим. Когда вы езжаете? Неизвестно? 14. Завтра. Завтра? Завтра ночью, вечером. Завтра в 10 часов. Вечером? Ага. Помните, что я говорил, я вас всегда буду поуметь. Вы матери доставите радость. Вот что сказал не чешись, не перебирай пальцами. У тебя получится? А Вадима, я не знаю. С детями, какие они были, перещали тут, когда первый день. Сидят лишь, подземнул, мурашкой закрылся. Это маленькие шаги, но это шаги вперед. Так, мы уходим сейчас, посмотрим, как кто пожелает идти. И мы обоймем вокруг и вернемся. И вы поймете, где вы воспитывались, где получили такой характер. я должен достигнуть этого. И вот когда я мне так сказал, посмотрел, а меня в списках нету, что я отцу скажу? Значит, у меня там тройка была по химии. А кто-то говорит, а на втором этаже там второй список пишет. И вот меня никто не бежал, как я летел туда, как я взлетел туда, там чуть не первое место написано Лапкин. Я получил. Все, я в институте. А теперь хозяев живу, а у меня нечего. Вот хозяйка что-то делает, корову дует, они корову держали. Давай я подойду, она мне найдет. Вот она пошла по поводу, я вот скакину, скорее ведра у нее, она мне какой-нибудь помидор даст. Один раз там подошва оторвалась, я подошел, вот там маленькие такие каютки, кабинеты. Ну и мужчины два сидят. Я когда прибили, я говорю, а сколько стоит? Он назвал там-то у меня стипендия такая-то. Ну и он не отдает, я пошел с одним ботинком домой. Они заматерились, след меня ботинком кульнули, я нисколько не платил. И он за дорогой у меня часы купил, чтобы вставать. Не чешись. Ну нехорошую там. Слушай, как ты, а хочешь исчезать? Ну сложи, пойдет дело. А я внуку так держу. Лежу, кто-то сзади я возглавил сам. Мужчина, вот такого примера, ростов, с собой. Я говорю, ты еще хочешь утащить? Мне будильник надо, я учусь. И сказали, пошел к поводу, а там две тетки разговаривали. Я говорю, домой поступил в технику. Там учиться в два раза меньше, два с половиной года, в институте пять. А у меня то сестренки, братья ниже меня, мне надо деньги получать. Я пошел документы забрал с института, а в технику я судил, что это ниже, меня сразу приняли. Три с половиной года не надо, два с половиной. И он бог как делает? Тогда проверяли, кто у тебя родья, какие органы взять. Защита диплома у меня была на пятерку. У всех выпусков только два, четыре было прораба, основе мастера. Мастер это на одном объекте, прораб на нескольких объектов. Отец инвалид войны, это повлияло. У матери три брата погибли на против, это все учитывали. И меня сразу защитили органы МВД, Министерства внутренних дел. Строго режимный лагерь Кришкино и Иркутская область. А я ничего не знаю, у меня опыта нет. А там так, 102% выпало, если он выполнил, я пишу 102, я составляю на ряд, ему за два года один год сидеть. А если 121, так, работяга, ну, за один день три его засчитываются. 121. А не каждый дай мне процент топор на шею. А что я дам, когда ты не сделал? А другого никого не видят работы. Я говорю, в это время я ошибок много наделал. Вот это, вот такой потолке не пойдет, его надо убрать и сделать ровно. Ну, можно было бы, а я по инструкции делал. А на учительнице, он летчик, ну, какой он штукатур-то. А я должен такая длинная линейка, как не велел, приложить, но не больше 5 миллиметров прогиб. Я так и держу. Я бы мог, никто не проверял бы, я написал, что нормально. А я по инструкции делал. А по инструкции это не домой охота. Это нам не висит. Я по сегодняшему все это вспоминаю. Опыта не было жизненного. Они были раньше уши до моего матери эти. А почему скорость? Я даже спать ложусь и вспоминаю о них. А было-то 62 года назад. Вот как. А этого нужды никакой. Я себя где-то вот так отобедал. Вот у Игоря Дагунова, жена, она готовит хорошо. Ну, однажды я один был, и она меня угостила. Но я заплатил по ресторану, а для меня это убыток, и больше ни разу не бежу. У меня нет денег. И поэтому я хотел здесь какой-то обед прекрасный. Вот это соцовый мед Геннадий Павлович шерстобиток дам бескладно. Он сильно к нам расположен. Вот понятно? И ты из этого что-то избери. Кто-то поехал. Помни их. Вот этот подвигая был, этот Юрий большой родственник. Этот у него Павел. Сыган больше не приедет. Я ему не сказал, чтобы не огорчать о том, когда будет. С ним сколько ни возишь на молитве нету. А на молитве утром это главный спрашивает «Кланяйся». Кланяйся, где другие не кланяйся. Ну только одно, что я не нуждаюсь в этом. Мы православные. Баптицы они не кланяются. А Христос говорит «Мы знаем чему кланяемся». Кланяемся. И женщина хананьянка просила «Кланяйся». Ему написано. По Слову Божию. Вот они уезжали. У женщины которые получили книги распишлись на них. сколько у нее радости. Я с ней ничего не взял. Я сказал «Ты можешь переслать». Столько стоит 8 800. Сейчас уже интересуется сколько будет стоить вот это. Во-первых сколько мы даром раздаем. Библиотеки дарим священникам. Вот прощено воскресенье было, а у нас те рак совсем маленькие. Я подарил как хозяин 70 книг Кристо Православия притом через митрополиты. Там есть наши вражды. Враждующие Довлевич там как они елися там это Лапкина книга да. как же так кроме митрополита. А там я снимал маленький и митрополит объявляет меня книга Лапкина тут священство я думал все таки кинется нет остановился А что сделают сообщили митрополит митрополит по военному это генерал полковник патриарх маршал просто не песка а это генерал уходим это зверевый автоскакль я ее ураню о потешенности осторожно подскакль чтобы нажали сначала значит закнуться вот в рот и сейчас благодарю Христос Бог наш за то что насытил нас земных твоих благ и не лишил нас небесного твоего царствия но как ты пришел среди учеников и дар был им мир так же и приди к нам и спаси нас аминь аминь спасибо Господи и помил раб своих мирующих и питающих нас подарю нам милость и заповедших нам молиться о них прости их и помил помил Господи всех страждущих болящих скорбящих нищих сирот вдов священства иночества путешествующих и всех христиан избави их от всякой скорби гнева нужной и от всяких болезней душевной и телесной прости их согрешения волны и неволны и души нашим полезной сотвори аллилуйя аллилуйя елена елена геннадия всех благослови и ларису и катерину и всех помогающих накрывающих срок спасибо 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 надо убрать это все свечи